Здравствуйте! Приветствуем вас на YouTube-канале «Про цветок». С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня я расскажу вам топ-5 советов, как уберечь рассаду огурца от болезни в теплице. Для того, чтобы иметь свежий урожай от этой поры с июня и до конца сентябра, начала октябра месяца. Потому что не во всех это получается. На прямой линии было задано очень много вопросов, что посредине лета рассада начинает погибать. Садить уже новую поздно, что можно подпринять? Давайте разберемся, что поможет нам уберечь, родить плодоношение огурца и иметь здоровые растения, с которыми меньше будет хлопот и меньше надо будет их защищать от всяких болезней. Ну, во-первых, вот у нас есть рассада. Есть рассада огурца. Рассада хорошая, такая прекрасная. Значит, что мы делаем? Мы эту рассаду как бы сразу берем, обмакиваем в землю и опускаем в лунку. Вот это тоже пока давайте не будем делать. Я работал на производстве, и любая рассада у нас, овощных культур, все, что высаживалось, она обмакивалась. Делала смесь, ну, в одном баковая смесь такая, так называемая, мешался фунгицид для защиты от грибных болезней. Это был аксихом, это был хом, ну, хлорокисмеди одним словом, вот, и добавлялся какой-то инсекцицид. В ту пору был карбофуз, сейчас вы можете добавить актелик. Раствораем их по инструкции. Любую рассаду, даже огуречную, для профилактики болезней мы окунем, просто потихонечку пролили, земля держится, опустили этот раствор и достали. Не надо там держать, ни пять, ни десять минут, окунули, достали. Значит, что это нам даст? Это нам даст то, что от нашей рассады, ну, отстанут болезни, на нее не будут есть вредители в корневой зоне. Вот. Дальше будем садить. Если вы посмотрите на огурец, значит, тоже. Видно, что идет огурец, как бы чуть вытянутый, листья семидольные вот здесь находятся, а там видны зачатки корней. Так вот, советую, значит, ни в коем случае не заглублять. Огурец, как вот он растет в стаканчике, на такую глубину он должен быть высажен. Не заглублять до семидольных листочков. Если мы заглубим до семидольных листочков, значит, мы спровоцируем появление болезней. Это однозначно. Вот. Сделали лунку, посадили огурчик, как он рос. Значит, как садить? Огурец в луночку садить или на холмик, гребень? Лучше огурец садить на гребень, чтобы корневая система шла вот так, ну, вертикально, отходила. В таком случае наш семидоль в любом случае будет защищен от болезней. Окунули рассаду, посадили в гребень. Далее, что мы делаем? Наш огурчик такой великоватый, его надо подокучить. Но перед тем, как подокучить, вы опять же не торопитесь с этой работой. Значит, сейчас же наука не стоит на месте, прогресс идет. Вот есть такой препарат, глиоклодин, называется это самое. Такие таблеточки с микроорганизмами, которые борются с корневыми гнилями. Берем две таблеточки, вот этих, и на расстоянии 10 сантиметров от нашего центра растения, вот здесь почу вставляем таблеточки. Ну, засаживаем примерно на глубину 5 сантиметров. Посадили. После этого, что мы сделаем? Если мы не окучиваем пока, постараемся, берем или пулевизатором, или лечкой, увлажняем нижнюю часть растения. Увлажнили нижнюю часть растения, берем золу. Вот, нету древесной золы, берем мел. Самый обыкновенный строительный мел, который есть в магазине, который можно купить. То есть, 2 килограмма, 3 килограмма, это не принципиально важно. И вот эту нижнюю часть, которая у нас будет подокучиваться еще, мы обязательно опудриваем золой или мелом. Обильно-обильно опудрили, и после только этого мы начинаем подокучивать. Подокучили мы растение, значит, уже как бы оно у нас защищено от болезней. Но это еще не последнее. Еще один совет напоследок. Значит, смотрите, это касается не только огурцов, это касается и помидор, и других культур. Значит, все. Наши нижние листики, вот огурчика, они не должны иметь контакт с землей. Почему? Если вот огурцы или те же помидоры имеют контакт с землей, значит, вот та же фитофтора, те же другие болезни, они по этому листику просто поднимаются, поднимаются наши растения. Поэтому этот путь мы пресечем. Ну, конечно, пресекать лучше не руками, а взять или секатор, или ножницы. Вот огурца тоже. Нижний листик, который на самой земле, мы его просто-напросто отрежем. Отрезали нижний листик, чтобы, в общем, было расстояние от почвы до самого первого листа где-то 15 сантиметров. Не будут наши растения касаться почвы, значит, они меньше будут болезней. Так что запомнили, обработка рассады, не заглублять, опудривание золой, внесение глиокладина и после этого удаление листьев, которые касаются земли. Если вы будете следовать этим советом, значит, ваши огурцы будут пышными и здоровыми до самых заморозков. Любой теплице они будут давать долго-долго урожай и радовать вас. И у вас будет меньше проблем с болезнями, не будет размочариваться стебель, а будет у вас хороший урожай. Следующим нашим советом подписывайтесь на наш канал, смотрите. У нас еще много интересных идей для вас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok